Друзья, всем привет! С вами передача Sunday Life и я, ваш новый ведущий, Сеня Шульгин. В прямом эфире мы общаемся с ребятами, которые внесли свой вклад в развитие и популяризацию в вейк и сёрф индустрии. Сёрфинг и вейкбординг с каждым годом у нас становится всё популярнее и рынок стремительно набирает обороты и очень интересно будет послушать взгляды людей, которые с давних лет находятся в эпицентре события. Мы обсудим интересные вопросы, что происходит сейчас и куда направлено развитие, что нас ждёт в будущем и ещё больше приобщимся к миру воды, экстрима, энергии и драйва. Хочу сказать, что выпуск подготовлен при поддержке онлайн соревнований Wake Around по четырём дисциплинам – вейкборд, вейксёрф, вейкским и кейблборд. Подробности смотрите на сайте wakeweekend.ru, а также регистрируйтесь и принимайте участие. Ну что, сегодня в нашем эфире мы пообщаемся с Лёшей Макеевым, профессиональным вейкбордистом, тренером и райдером первой искусственной волны в России Flow Moscow, многократным призёром чемпионатов России по вейкборду, основателем клуба Wake Division, участником группы «Ошеломительные предвестники апокалипсиса» и человеком, который внёс весомый вклад в развитие вейк и сёрф индустрии. Лёха, привет! Привет! Ну что, начнём? Расскажи немного о себе. Каким образом ты оказался в мире вейкбординга? Когда и как это случилось? Ведь это отдельный мир, и посвятить жизнь в воде – согласись, и развитие в этом направлении требует полного погружения в процесс. Очень было бы интересно услышать твою историю. Ещё раз всем привет! Началось всё примерно, наверное, 2002-2003 год, уже точно не помню. Сначала было как хобби, там, гидроциклы и так далее, там, и буквально там за год это нас всех углекло. Точно помню, в 2004 году мы уже вовсю катались, купили свой катер, отец тогда купил, и пошло-поехало. То есть были и тренера наши, и поднолыжные тренера сначала, потом европейцев тоже ездили, к нам приезжали, тренировались. И вот недавно показывали Александра Короткевича в ваших передачах, то есть мы там ездили к нему, он там Дарина Шапира к себе присылал. То есть такой был очень хороший опыт. Слушай, я правильно понимаю, что... Ты сказал 2008 год, да? Я правильно расслышал? 2003-2004, 2002-2003. Попробовали примерно. Это получается, что вы реально были одними из первых в России, да, кто к этой истории приобщился? Мы, наверное, были на не самые первые, но в первых рядах. То есть я помню еще те времена, когда на соревнования приходишь, и все друг друга знают, все там друг друга улыбаются, там знакомятся. И там, то есть людей там буквально было очень мало, кто этим занимался. И прямо это все зарождалось, продвигалось очень так интересно. То есть буквально там уже там через... Там был такой период, когда там забили на соревнования, потом лет через пять пришли уже, опа, там все лица незнакомые, все... Не знаю, кто эти люди, кто они такие. Ну это неисповедимые пути развития любой индустрии, конечно. Я думаю, что круто, согласись, участвовать с самого начала всей этой истории, да? Прям с корней, так сказать, можно. Согласен, согласен. Слушай, ну раз уж мы заговорили про катера, ты ведь основатель известного клуба Wake Division. Ну как я понимаю, это действительно один из самых известных и старых клубов России. И расскажи, как тебе пришла идея создать клуб, с чего все начиналось и... Ну и что он представляет из себя сегодня? Ну, в общем-то, он не такой старый, то есть, наверное, лет пять мы это все дело продвигаем. На самом деле мы, как уже сказал, я достаточно долго катаемся сами и просто катались и катались сами. То есть, там катались сами, катали друзей и сильно не парились. Потом просто в один миг, там, просто подумали, то есть, катером достаточно такой небюджетный... Небюджетная игрушка. Мы такие подумали, блин, ну как бы стоит, все равно там деньги в него вкладываешь. Как бы хорошо бы, там, хотя бы, чтобы что-то, хотя бы не вкладывать в него. И, там, решили попробовать сделать свой клуб. Соответственно, как-то все там поехало. Соответственно, мы этим давно занимаемся, много друзей, там, тоже, там, друзья, там, были с катерами. То есть, они как-то так подсоединились, тоже, там, Сучковы, там, и другие. То есть, получилось вначале... То есть, я сделал клуб у себя в Пирогово, объединился с Кальком Сашком Сучковым. То есть, они находились в Завидово. Потом добавили друзей из Крокуса, Серебряный Бор и, вот, последний, Александр Короткевич, свой дивизий Секрет Спот. И начали ему тоже помогать со всем этим делом. И сейчас, наверное, одно из топовых мест у нас получается. Слушай, то есть, получается, пять точек, да, ты перечислил? Раз, два, три, четыре, пять, да, пять точек, пять точек и один скотеров, и две, даже три лебедки реверсивные. Слушай, круто, вот это размах. Я так, ну, так как я сам в этой сфере работаю, тоже у меня есть школа, наверное, ты знаешь, да, Surf Like Pro, то, ну, как бы знаю, весь этот рынок, и то, о чем ты сейчас говоришь, звучит, как, наверное, одна из самых больших вообще школ. Потому что есть конкуренты, у них там, ну, там, Малибум-клуб, у них лодок гораздо меньше, и лебедок не предвидится. Вот, о чем ты говоришь, это, конечно, звучит красиво. Ну, как тебе сказать, то есть, мы, условно, там, группа друзей, которые просто собрались, и, то есть, там, каждый, там, за свое направление, за свою точку отвечает, но, в целом, то есть, мы, там, друг друга понимаем, там, понимаем, и, то есть, отправляя человека, там, к другу покататься, то есть, ты абсолютно знаешь, что он не научит его ничему плохому, и, там, так как все давно катались, то есть, все знаем, кто-то, что, там, и тренирует, и, как, объясняет, и, там, не стыдно за волну, что, там, всегда она прогружена, и хорошо, хороший уровень дает. Слушай, ты сказал группу друзей. Наверное, вот, во всей этой истории, во всем этом движении очень важно, как раз, чтобы это была группа друзей, потому что, если это ставить все на поток, как какой-то бизнес, именно, там, в целях достижения каких-то финансовых результатов, какой-то, там, невероятной прибыли, эта история, конечно, не, ну, не про это. Это больше лайфстайл, стиль жизни, и, вот, им, какое-то, действительно, сообщество, и движение в едином направлении, и только так это работает, и только так это привлекает народ в это, ну, покататься, и, как-то, по сарапанному радио расходится, как руки по воде, и, действительно, штука растет, развивается. В этом абсолютно с тобой согласен, и, то есть, если, там, не знаю, посчитайте, там, сколько, там, на этом заработал, то тут нет, как бы, два раза подумаешь, там, купить новый катер или что-то еще, то есть, на самом деле, катера, то есть, они просто были уже, там, давно, там, еще, там, по каким-то, там, старым курсам куплены, там, за адекватные деньги, и, то есть, как бы, продавать их жалко, там, чтобы стояли, там, тоже жалко, поэтому, пускай работают, и, там, там, что-то себя купают, самому прийти покататься, чтобы можно было. Хотя, не знаю, там, бывает, жаркий день, там, хочется покататься, там, а у тебя, там, полная запись на катер, а завтра, в понедельник, у тебя водителя нет, и ты один, сам себя не покатаешь. Да, 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 мне очень нравится, нравится эта ситуация. Дошло все до того, что, чтобы себя покатать, надо записаться к себе заранее. То есть, ну, на самом деле, то есть, у себя, вот, по факту, получается, выходные с нагрузкой, то есть, у меня Пирогова, она такая, не центральная точка, то есть, 20 километров от Амкада получается, но, там, есть, там, свои плюсы, такие, как, там, не знаю, чистая вода, там, меньше катеров значительно, то есть, наши экваторы, там, вообще, одни практически катаемся, и, поэтому, то есть, там, люди в выходные приезжают, и, там, нас очень рады, что доехали, вырвались из Москвы. Да, 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 знаешь, вот, вообще вся эта история с клубами за городом в Подмосковье, это, действительно, совсем другая история от того, что происходит в Москве. Вот, если в Москве, это локации, куда можно приехать, там, после работы или перед работой, и потратить, на это, какой, там, короткий промежуток времени, то, там, за город, это такие основательные поездки на природу, со сменой обстановки, совсем другая история, и, вот, хоть у меня клуб находится в Москве, в шорхаусе, я все равно, там, с удовольствием, с радостью выбираюсь куда-то за город, там, с компанией, знаю, чтобы, там, шашлыки где-то поесть, и, может быть, остаться ночевать, вот, это, да, в этом есть свой кайф определенный тоже. Слушай, получается, что, если где-то, там, вот, в начале 2000-х годов у вас появилась лодка, а клуб вы создали только в 2015-м, вот, первые 10 лет вы просто сами катались, да, сами в этой сфере развивались, как раз ты прогрессировал в бейкборде, да, и вот, ну, как-то так твоя линия развивалась, да? В общем-то, да, то есть мы, не знаю, лет 5-10, там, просто, там, катались сами в свое удовольствие, то есть, и сильно не парились, то есть, там, была учеба, работа и куча всего остального, ну, то есть, сейчас, получается, там, несколько работ, и меньше каталки, на самом деле. Ну, все равно, как вырываешься, то есть, отрываешься по полной зато. Слушай, ну, мы растем, местами бывает достаточно просто кататься, надо как-то и развиваться, и расти в разных направлениях, поэтому все очень логично и правильно звучит, как бы, продолжайте в том же духе. Ну, слушай, давай придем к следующему вопросу. Я хотел поговорить про ошеломительных предвестников апокалипсиса. Это такое, на самом деле, интересная такая группировка, ОПА, ОПА-ПА, которая, ну, я знаю ее давно, и слышал о ней, и, если честно, сам долгое время не знал, что эта аббревиатура обозначает. И, когда услышал расшифровку, у тебя ошеломительные предвестники апокалипсиса, это такая таинственная, завораживающая история. Вот, на самом деле, очень круто звучит, очень крутая тема. Если говорить там на нашем каком-нибудь сленге, то это настоящий рэм. Вот, а, как бы, с другой стороны, это достойная, очень спортивная команда, это очень крутое сообщество настоящих экстремалов и мультиспортсменов. Расскажи немножко об этом сообществе, как вам пришла идея его создать, что оно из себя представляет, чем вы живете, дышите, куда двигаетесь. Да. Слушай, ну, просто, на самом деле, это спортивная команда. Не знаю, насколько она спортивная, конечно, но тоже такая команда друзей, то есть, которые, то есть, мы там все друг друга знаем, давно общаемся, катаемся на лыжах, сноубордах, вейкборде, роликах и всем остальном, на чем только можно. Соответственно, как, то есть, идея, как бы, такое название, оно, там, получилось там просто случайно. То есть, там, ребята были на Казантипе, и там у них был турнир волейбола, и у них там были какие-то, там, команды, там, типа, там, всякие, там, с такими крутыми, похожими названиями. Они такие, о, надо тоже что-то крутое придумать, такие, давайте, там, предвестники апокалипсиса. Ну, как там, ну, звучит, но чего-то не хватает, там, кто-то там еще предложил, там, давайте, ошеломительные предвестники апокалипсиса, чтобы совсем все ошеломительно было. И такие, о, ничего себе, получается, опа, ничего себе, круто, да. Такие, да, назвались, там, что-то сыграли, там, может, даже какое-то место заняли, потом как-то, там, не знаю, там, может, через полгода вспомнили, что-то мы с этого решили, как-то так все там завертелось и крутилось, и там, придумали, там, логотип свой. В общем, так пошло-поехало, там, начали, продолжали кататься, прогрессировать, и, в итоге, переросло, то есть, это такая у нас группировка друзей, то есть, на самом деле, уже, наверное, занимаемся больше саморазрушением, чем чем-то еще, но, тем не менее, то есть, все равно еще растем, и есть еще куда расти. То есть, снимаем, снимали фильмы, нас снимали еще тогда безбрендово по, там, Reflection, вейкбордический видос был такой, самый первый, кстати, в России, который снят был, и два фильма зимних, ошеломительные предвестники апокалипса и второе пришествие. То есть, они, то есть, второй фильм был уже снят, так, на хорошем уровне. То есть, если первый, там, у нас такой, на камере, там, кто-то, там, когда-то что-то снял, где-то смонтировали, ну, второй, там, уже сказали, ну, кто сказал, что шедевр. И вот в данный момент работаем над вейкборд еще одним фильмом. Думаю, может, даже скоро и прононсируем его выход. Возможно, что на вейк-викенде мы покажем. Я понял. Слушай, ты сказал, ну, может быть, даже группа, которая занимается саморазрушением. На самом деле, мне кажется, все экстремалы, которые занимаются действительно экстремальными видами спорта, они предрасположены к саморазрушению. Меньше, чем обычные ребята думают о своей безопасности, какой-то защите и готовы реально на многое, чтобы, ну, расти в этом направлении, как раз, там, ломаться и уничтожаться для них не проблема. Там, ну, если, там, говорить про ваше сообщество, про ОПА, там, братья, там, более Сашок Сучковый, это, конечно, тоже те еще бандиты, которые постоянно, там, сколько я с ними не общаюсь, они постоянно переломаны, что-то у них там, сейчас то, сейчас то. Вот, слушай, а сейчас сообщество у вас живет, оно активно, много ли там народу? Продолжайте ли вы участвовать в соревнованиях? Нет, в соревнованиях участвуем, ты, как сказал, снимаем еще одно фейкборд-видео, то есть там есть зимние съемки, то есть тоже, может, что-нибудь скоро и сделаем. Человек, я думаю, это 15-20, там, сейчас считать не буду по пальцам. Ну, в общем-то, то есть есть и молодая кровь, то есть которую мы воспитываем себе на замену, как бы и дети там уже наши, не знаю, подрастут, может, возьмут на себя. Ну, в общем-то, как, вот так. Такие, а дети подрастут, это будут маленькие ошеломительные предвестники апокалипсиса. Можно будет маленькую новую аббревиатуру придумывать. Нет, хилпа. Ты знаешь, как, у нас есть еще аббревиатура жены ошеломительных предвестников апокалипсиса. Сокращать не буду. Ну, ладно, оставим это для закулисья. Смотри, предлагаю пойти дальше, в общем-то, перейти к нашей основной теме, сегодняшнего диалога. Вот. Как я понимаю, ты с детства был погружен в мир вейкбординга, а к серфингу имел крайне косвенные отношения. Вот. Но сейчас, как я уже говорил в начале передачи, ты человек, который имеет непосредственное отношение к первой искусственной волне в России «Flow Moscow». Вот. Я уверен, что многие наши зрители знают об этой волне и даже катались на ней. Но хочу напомнить, что эта искусственная волна – это полноценный тренажер для серфинга в закрытом помещении. Это, так сказать, идеальная волна, на которой можно кататься на настоящих серф-досках с плавниками, с лершом. И это действительно настоящая отрадость для спортсменов, которым не хватает волна во время перерыва между поездками на океан. Вот. Это очень серьезный и очень дорогой проект. Это я знаю не понаслышке, потому что сам хотел заниматься этой историей. И когда узнал цифры, как бы, дальше я не пошел. Вот. Ну, тем не менее, сейчас... Это все цифры. Короче говоря, эта история продолжает набирать популярность и обороты во всем мире. Реально. Везде становится больше этих волн, и установки растут не по дням и по часам. Вот. И, в общем-то, теперь эту волну можно опробовать у нас в России, в Москве. Расскажи немножко о Flow Moscow. Что это? Где это? И можно ли просто приехать покататься, например, даже если я ни разу не стоял на серф-доске в океане или не пробовал на вейксерфинге? Ну, сколько стоит такое удовольствие? Было бы интересно тебя очень послушать, как непосредственного участника всей этой истории. Давай, сейчас расскажу. Если что-то забуду, то напомнишь. Flow Moscow – это экстремальный комплекс, который состоит из искусственной волны и аэротрубы. Искусственная волна от немецкого производителя CityWave. То есть, когда сам комплекс еще задумали, начали строить, в тот момент, наверное, их CityWave померзнули, штуки 2-3 еще только было. То есть, в процессе, пока мы строили, они их сделали уже, или на данный момент их открыто штук 10. Правда, большая часть сейчас закрыта, известным причинам. Мы пока тоже, кстати, не работаем, но ждем окончания карантина, и тогда нам разрешат открыться. Искусственная волна CityWave, она является, в отличие от FlowRide, глубоководной. И, то есть, если, наверное, многие там катались на FlowRide где-нибудь, на юге, в Турции или в Таиланде, то есть, она представляет собой небольшие доски, как типа скейтборда, тонкий, но быстрый поток, на котором там все резвятся и угорают. CityWave же сделала поток более медленный по принципу речной волны, но более толстый, что позволяет кататься на уже на настоящих серфбордах с большими плавниками. Соответственно, приходится там также привязывать ногу лишом. И что она дает? То есть, при данной технологии, то есть, катаясь на обычном серфе, то есть, возможно, отработать многие трюки, которые в океане сложно отработать. Например, вот ты сам у нас катался, и, соответственно, ты катаешься на океане и везде в остальных местах. Потом добавишь, насколько, по твоим ощущениям, как это помогает, и как, не знаю, интересованное лицо, насколько это круто, не круто. Но, на мой взгляд, то есть, я сам на океане серфил не так много, пару раз всего, но все равно там что-то такое почувствовал. Главное, когда люди приходят, то есть, они видят эту волну, и поначалу, то есть, они такие, особенно там, когда такие серферы приходят, они не понимают, что там не то. То есть, по принципу, она, получается, стоячая, и когда ты на нее встаешь, ты просто приходится стоять на задней ноге и стоять на месте, чтобы привыкнуть к балансу. И когда ты уже переходишь к движению и к поворотам от одной одного борта к другому, вот это уже становится, ты тогда только начинаешь использовать серф-технику, и вот эти повороты, которые в океане практически очень сложно отработать, и надо очень много времени на это потратить. То есть, я отрабатываю, то есть, даже если сравнить с вейксерфом, то есть, я в основном на вейкборде катаюсь, но на вейксерфе тоже иногда, когда делать нечего. То есть, по физухе, на мой взгляд, то есть, энергозатрат где-то раза в два-три получается больше, нежели на том же вейксерфе за катером. То есть, как бы так вот. по тому, кто может прийти, кто может покататься в Европе, к примеру, то есть, мы общаемся с немцами и с другими волнами. По факту, где-то 80%, 80-90% это люди, которые там в лучшем случае раз в год придут там, или вообще единственный раз в жизни приходят, и просто хотят попробовать серфинг, там, поприкалываться и попробовать, что это такое. Потому что там не все могут выехать на океан, то есть, не все, может, даже это и хотят. И не всем это надо. То есть, прийти, попробовать, сказать, что да, я это пробовал, то есть, хотят, наверное, чему бы и нет. То есть, люди приходят, ни разу не катались, дается водный инструктаж, объясняется техника безопасности, дали доску, поставили, поехали. То есть, есть кто, как и на вейксерфе, встает долго, есть кто там едет просто так вот с первого раза, потом приходят еще и катаются, и катаются. Что, забыл? Не забыл? Ты не сказал про стоимость? Что же сориентируй, ребят? Я думаю, что будет интересно понимать, там, сколько приехать кататься, как вообще все это выглядит, организация истории. Стоимость, ну, понятно, что не самая дешевая, то есть, как бы, если ты говоришь, что узнал стоимость проекта, причем ты узнал только стоимость проекта одной волны, без учета здания, земли под него и всего остального. Это я так предполагаю. Получается, что, то есть, тут, как бы, априори не может она дешевой получиться. Стоимость от трех тысяч до четырех с половиной, в зависимости от того, прайм тайм или это днем происходит катание. В группе, за час катания, в группе до семи человек. То есть, получается, ты приходишь днем, плачешь три тысячи, то есть, туда, в тебя, да, мы даем доску, даем инструктора, инструктор помогает встать, объясняем, как это делать, и ты катаешься в группе. То есть, один человек упал, пошел следующий. Пока ты упал, выбираешься из волны, выходишь, стоишь в очередь. Если там группа небольшая, допустим, там четыре человека, то по факту ты можешь подойти, отдышаться, и уже твоя очередь будет. То есть, как бы так. Многие, многие вот на этом моменте, когда озвучиваешь стоимость, типа, за один час, группа, семь человек, сразу начинаешь делить их, шестьдесят разделить на семь, и ты думаешь, я в своей катании всего лишь меньше девяти минут, там, это слишком дорого, там, неужели это стоит того? Но вот как раз хотел сказать, что по своему опыту этого более чем достаточно. Ты, вот когда я катаюсь, там даже если у нас максимальная группа, то я все равно укатываюсь, и там уже под конец я перестаю даже видеть нормально, выступает такая пелена в глазах. У тебя. Все затуманивается, там уже отдышка такая, и уже думаю, что побыстрее бы этот час прошел. Ну, понятное дело, что я утрирую, и там, если кататься регулярно... Ставлю, смотри, ты в океане сколько берешь волны за день? В лучшие, в лучший день. Ну, сложно сказать, но я думаю, что там в районе двадцати, пусть будет, двадцать. Двадцати. Сколько ты находишься на одной волне? Я думаю, что... В идеале это минута, а так это, конечно, секунд двадцать, я думаю, не больше. Тридцать секунд умножь на двадцать, а то у тебя будет десять минут. То есть, за десять минут на волне и девять минут, которые ты посчитал за час в комплексе на тренажере. То есть, вот она арифметика. Да-да-да, ты прав. Слушай, абсолютно простая арифметика. Я, честно, в этом ключе даже не думал об этом. Но я ни в коем случае как бы не говорю, что этого мало. Я говорю, что этого действительно более чем достаточно. И когда ты вначале сказал, что тебе будет интересно услышать мое мнение, такое независимое лицо, я вообще слушаю твою историю, я так... Все больше у меня в голове возникает фантастика, как там... Как это было до карантина, как круто мы там катались, и как... Мне очень-очень-очень хочется поскорее туда приехать, покататься снова. И я с тобой согласен в том, что это действительно офигительный тренажер. И он работает на все. Он работает и на вейксерфинг, и на сёрфинг, и просто на баланс. То есть, это такая штука смежная. Она нечто среднее между сёрфингом и вейксерфом. То есть, это немножко не это и не то. Но при этом есть общие пересечения, безусловно, такие как стойка, в общем, техника катания. Понятное дело, что есть небольшие отличия, но принцип плюс-минус один и тот же. Вот. И там, для вейксерфа действительно там непаханное поле, чтобы отрабатывать какие-то элементы, трюки. Вот. Ну и сам... Ну как бы для меня там важнее, конечно, настоящий сёрфинг, чем вейксерф. И там тоже. То есть, отработка техники, отработка стойки, работы корпуса, плечей, рук, коленей. Все это действительно работает. И самое, что интересно и важное, что за этим можно наблюдать. То есть, если на настоящем сёрфе ты поймал волну и поехал, вот эти 20 секунд, которые я тебе озвучил, там в основном думаешь, там проехать бы, там лишь бы пена бы не захлопнула, там секцию проскочить. И там много, там так много разных факторов воздействует, что не успеваешь обо всём думать. А на флоу, на искусственной волне, ну, в какой-то момент ты прикатался и уже начинаешь погружаться именно в отдачивание техники этих элементов. И это, безусловно, очень полезная история. Вот. И, как я уже говорил в начале вопроса, что реально, мы же всё-таки Россия и, к сожалению, у нас нету волн в постоянном доступе и там за ними надо куда-то лететь. Вот. И, ну, блин, это благость съездить на искусственную волну, покататься, просто чтобы побыть в воде, чтобы рядышком была волна, чтобы ты в руке держал свой любимый сёрф и как бы мог развиваться. Вот. Это очень круто и, на самом деле, я очень благодарен и хочу сказать вам всем огромное спасибо, наверное, от всего сёрф-сообщества нашей страны. Вот. Я передам. Передам главным организаторам. Слушай, а как вообще так, я немножко пропустил этот момент, как ты переключился с вейкборда на сёрфинг? Как появилась идея сделать эту волну? Ты там говорил что-то про... Ну, расскажи, я думаю, что ты понял о чём вопрос. Ну, основная идея была от моего отца шла, то есть он решил построить аэротрубу, одну, в данный момент, то есть самая большая аэротруба в Москве по последним технологиям. И, то есть, на самом деле, то есть, ну, понятно, что такой же проект там не менее затратный. и где-то, не знаю уже где, не помню, то есть увидел, что можно ещё сделать такую сёрф-волну. То есть, проехал в Германию к немцам, к Фабену, главному идеенному организатору CityWave. и там пообщался, посмотрел, попробовал, то есть и решил, что да, то есть такую штуку стоит вместе сделать в одном комплексе. То есть, их, соответственно, что-то будет востребовано, подумал и как бы сделал. То есть, по факту, что для аэротрубы, то есть, по уже, так это, по капиталовложениям, то есть там, если там строить аэротрубу и там дополнить её волной, то есть уже за стоимость издания там не настолько дороже это получалось, что стоило рискнуть. В общем, где-то, наверное, год там делись разрешительные документации, там, ещё там, не знаю, больше года строили, там, потом, пока там всё эксплуатацию сдавали, туда-сюда, вот буквально там недавно уже официально всё открыли со всеми разрешениями. Единственное, что сейчас пришлось закрыться. Но вскоре, я думаю, как всё заработает, как показали, там, последние месяцы перед карантином, желающих очень много и то есть это ещё не предел. Ну да-да-да, я как бы могу сказать, все, кто хочет, все смогут попробовать покататься. Всех приглашаю. Сто процентов. Про то, что ты сказал, про то, что загруженность высокая, я согласен, потому что там, будучи попыткой записаться на волну, понимаешь, там, действительно, уже там прайм-тайм расписан постоянно, по-моему, вот, и дневное время, которое, кажется, тоже там люди работают и, почему вы ездите кататься на сёрф, тоже забиты, поэтому, реально, у нас такая история, надо бронировать заранее, я уверен, что дальше будет больше, сто процентов, потому что, действительно, вы ведь первые, первые на рынке, первые в России и, согласись, действительно, сёрфинг набирает обороты и становится всё популярнее и уже даже люди, которые находятся не в сообществе, не те, которые живут этим, а просто сторонние, обычные ребята, которые, ну, там, на слуху уже ходят в сёрфинг и, там, в рекламе его видно, там, в мегафон с сёрферами в Шереметьево можно увидеть их рекламу, все хотят попробовать и, когда люди начинают просто гуглить, там, где можно покататься, где можно попробовать, и, вот, народ идёт, получается, на искусственную волну и, там, на вейксёрфинг, вот, там, одно другому не мешает, как раньше, знаешь, было, едешь в метро со сноубордом, все на тебя смотрят как на идиота, пардон, потом, как бы, все привыкли, и, вот, какое-то время назад, наверное, то же самое с серфом было, типа, что это такое, там, вопросы, и так далее, там, даже вейксёрф, сёрф, как бы, для людей, это одно и то же, ну, то есть, вот, как бы, уже тоже, народ уже привык, то есть, там, что-то кто-то знает, это, там, модно, молодежно, и так далее. Ты сейчас, ну, сказал про метро и серф, и я вспомнил, ну, ведь мой путь в речном серфинге начинался с Мюнхена, и я уже много лет назад там бывал первый раз, и, вообще, то есть, там очень много вот, атмосферы выстроено как раз на том, что, ты можешь часто очень встретить людей на дорогах, которые едут на мотоциклах, на велосипедах, уже в гидрокостюмах, тоже с досками под мышкой, и в метро такая же история, ты спускаешься, и, там, в метро стоит человек с гидрокостюмом, с доской, и, я там, ну, сначала удивлялся, а потом, как бы сам оказался в этой шкуре, у меня в новой там фотографии, когда я стою, там, на перроне, с верхом под мышкой, в гидрокостюме, жду поезда, вот, и там, там прикольно то, что там, это не кажется чем-то странным, это абсолютно нормальная история, потому что, народ просто не обращает даже внимания, то есть, там, кто-то едет в пуховике, а кто-то рядом едет в мокром гидрокостюме, с волны, ну, или наоборот, на волну, вот, хочется надеяться, что и у нас будет так же, скоро, и побольше серферов с досками заполонят вагоны метро. Ну, Мюнхен, это вообще столица, наверное, речного серфинга Европы, там, три, три волны на реке, и один сити-вейв, то есть, как бы, это вообще, наверное, фантастика в данный момент. Да-да-да-да-да. Вот, и, ну, как ты сказал, что столица, действительно, мне еще, знаешь, мне еще очень нравится то, что это связано, как бы, с природой, потому что искусственная волна, для меня, это одна история, а вот речной порог, который находится на реке, именно здесь, ну, если говорить про Мюнхен, то находится в английском парке, прям практически в центре города, в окружении деревьев, и, ну, такая очень приятная атмосфера, я там катался во все времена года, я там был и летом, и весной, и там катался зимой, когда там погода была за окном минус один, по-моему, градус, вот, и очень прикольно, потому что там ты бежишь по этому снегу, в гидрике, в другое время года, там такая жара, куча туристов пропускают, сфотографируют, тоже, конечно, своеобразная, интересная история, и, ну, я думаю, что мы к этой теме сейчас еще вернемся, было бы прикольно развивать это в России, ну, там, ни одной искусственной волной ограничиваться. Текс, я бы хотел тебе следующий вопрос, ну, вернемся к искусственной волне, давай проговорим про, кто на чем катается, вот, там, если говорить про себя, то у меня, там, доска из вейксерфа, она малышка, размером 4,6, вот, я думаю, что, там, кто катается, тот понимает, что это маленькая дощечка, а на волне, там, Петя Чушкевич, и, там, Макс Карасов, и многих ребят, я видел, которые катаются на настоящих сверховых досках, которые предназначены для океана, вот, хотел услышать твое экспертное мнение, там, как ты считаешь, на чем лучше кататься, как лучше выбирать доску, что лучше подходит, и расскажи. Ну, смотри, когда человек первый раз приходит, мы ему даем софтборд, то есть, это доска мягкая, с мягкими краями, мягкими плавниками, то есть, она менее травмоопасная, то есть, сама доска, как бы, живет дольше, чем хард, то есть, и, то есть, для новичка она, чтобы встать, попробовать, как бы, то, что надо. Когда человек начинает прогрессировать, то есть, ему, как бы, становится ее уже мало, то есть, она более, медленнее, и не такая шустра, трюки, прыжки, то есть, на ней гораздо хуже будет делать. Когда купили установку, то есть, нам прям немцы, ну, как-то так получилось, что они там приехали, показали, сказали, ее включать так, то есть, кататься примерно так, там, дали какую-то там небольшую инструкцию на немецком языке, которую нам перевели, мы там почитали, там, увидели, что там инструктора должны быть в очках солнечных, посмеялись, и там все на своем опыте, уже там пробовали, там, экспериментировали. То есть, я там даже, там, сайт вейксерфа привешь, там, понаделали дыры, где лишей, там, такой лучше, и такой хуже, потом, там, кто-то на серфах начал приходить, там, уже там другие серфы начали пробовать. То есть, по факту, то есть, бывает, там, то есть, надо все равно пробовать, но, в любом случае, вейксерф там будет ехать гораздо лучше, интереснее, чем, софт. То есть, как вариант, можно запросто купить себе, там, бриксерф для катера, и, там, для искусственной волны, там, сделать отверстие для лиша, и ходить на нем к нам кататься. Единственное, что, конечно, City Wave, он такой досок, убийца досок, мы его там называем, то есть, там, доски, на нем могут долго не жить, то есть, если там в прокате его поставить, то она там, не знаю, не очень долго проживет, когда все на нем, там, каждый час будет кататься, но для себя, в общем-то, вполне достаточно будет. Соответственно, если ты катаешься на серфе, то есть, если для себя, там, маленький размер, 5, там, до 5,7, там, 5,8, нормально, на нем выгребаешь, то как бы на нем спокойно можно приходить к нам и кататься, и тоже будет вполне комфортно и интересно. то есть, ну, как для примера, люди и на сапах катаются, то есть, там, на больших, огромных, то есть, тоже, как тоже можно. То есть, доски, то есть, подходят, и можно, как и на вейк серфе, так и, то есть, обычный шортборд берешь, и идешь на нем кататься, то есть, на нем даже, наверное, правильнее кататься, чтобы для отработки, и у каждого своя задача, там, кто-то приходит кайфануть, кто-то приходит, там, отработать технику для океана. Там, чем ближе, соответственно, у тебя будет доска, похожая на океанскую, там, тем тебе проще будет перенести это все дело. Поэтому, то есть, если, там, ты достаточно часто у нас катаешься, то, как бы, рекомендация, там, даже если у тебя не хватает, там, денег, там, купить доску, то можно просто купить финны, которые, ФЦС, вторые системы, то есть, приходишь, снял мягкие финны на софте, поставил жесткие, и пошел на нем кататься, то есть, уже там, уже будет более похоже. То есть, а так, ты берешь свою доску, и катаешься, и кайфуешь, даже там, ты там на десятый раз, если там у тебя что-то там, закладное вырвешь, то есть, у тебя там, эмоции от этих десяти раз будет гораздо больше, чем, там, стоимость закладной починки. Сто процентов, сто процентов. Ты, кстати, сказал про кладбище досок, и у меня сразу, эти полетели, визуальные образы, сколько, сколько, ну, и досок, в общем, сколько плавников переломано, и сколько досок переломано, они там, конечно, как семечки щелкаются. Ну, плавников у меня, просто там, стопка, наверное, больше там, ну, как бы даже, не сотня, там, несколько сотен уже лежало. У нас сейчас есть проект сделать пресс-форму для плавников, и просто мы их все покрошим, и пустим переработку. Ну, а что, классная идея, такая экологичная, трендовая. Слушай, а вообще, с плавниками что-то можно сделать, если они словно, их вот как-то реанимировать, или там, один раз сломал, и все. Слушай, ну, как бы, если это самый дешевый плавник, который там, не знаю, 500 рублей стоит, то его дешевле, мне кажется, купить новый, не париться. То есть, тут наоборот, лучше кататься там, люди бывают там, купили себе крутую доску, пришли там, с карбоновыми, фирменными плавниками, поставили, я говорю, лучше снимите их, он стоит там, не знаю, ты знаешь, сколько плавники стоят хорошие, там, снимите их, во-первых, он может не сломаться, а вырвать закладную, это уже дороже будет, а во-вторых, он все равно, когда-нибудь сломается, соответственно, лучше поставить дешевый плавник, чтобы он ломался у тебя, и доска оставалась целой, нежели там, постоянно в ремонт ее возить, и так далее. Я понял. Слушай, ну, то есть, как бы, если в целом говорить, то вся эта история с серфингом, речными порогами, искусственная волна тебя очень увлекла, и захватила. Мне было бы интересно послушать, и я думаю, что нашим слушателям тоже, как ты видишь вообще развитие, ну, не знаю даже, как назвать, искусственного серфинга, или речного порогинга в России. Как бы ты это вообще назвал, и как ты думаешь, как это будет развиваться, и что сам планируешь делать в этом направлении? Ну, в плане развития можно посмотреть на ту же Европу, ту же Америку, то есть, как там это сейчас развивается, как это развито. не могу сказать, что там мы там сильно много отстали, как бы отстаем, но это можно быстро наверстать. В данный момент, я думаю, многие слышали, там, Дон Сёрф тот же, то есть, в Липецке построили волну, то есть, они там доделывают, запускают в данный момент. То есть, на мой взгляд, это там очень клевый проект, и развитие получают. Я там знаю, сейчас под Питером другой парень строит тоже волну, то есть, похожую на Дон Сёрф, там, не знаю, может, там, наверное, чем-то будет отличаться, но, как бы, принцип у них плюс-минус у всех тоже одинаковый. То есть, уже там под Питером можно будет там собраться, там, хоть и тоже, там, где-то километров сто, но, то есть, доехать, покататься, всё-таки на речной волне, то есть, это как бы в разы дешевле, то есть, у тебя, то есть, к примеру, CityWave, он потребляет порядка 500 киловатт, 500 киловатт, то есть, у тебя в квартиру, наверное, заходит 5 киловатт максимум, и то ты их все не потребляешь, а тут 500 киловатт в час он ест, то есть, это в рублях, там, только пересчитать, он, сколько денег ест, то есть, это одна из причин, почему так дорого кататься, а тут у тебя речная волна, ты вышел, у тебя халявная энергия, ты вышел, катайся, сколько хочешь, то есть, фантастика, на мой взгляд, то есть, есть там, если полистать, там, поискать в интернете, там, достаточно много, там, интересных проектов, которые, там, тоже строят, и на реках, там, и в похожих объектах, то есть, в принципе, чтобы ее построить, то есть, не надо, прям, быть, там, супер-гением, то есть, надо, там, приложить усилия, приложить, там, знания той же физики, много экспериментов, то есть, у кого-то это займет год, у кого-то, там, не знаю, опять же, там, посоветоваться с теми же ребятами, кто это делал, там, можно, достаточно быстро это все сделать, то есть, опять же, смотри, то есть, у нас волна, она прямая, то есть, мысли, на реке можно сделать волну под наклоном, чтобы она получилась, как за катером, то есть, у тебя уже, то есть, похожая волна, то есть, если, там, побольше экспериментов, и будет волна, как за катером, то есть, как на вейксерфе, то есть, еще даже длиннее можно сделать, то есть, по факту, можно на речной волне сделать соревнование по вейксерфу без катера, то есть, если такое сделать в Москве, сколько клубов, скольки клубам придется закрыться, хотя народу, наверное, катается, не хватит одной волны на всех, да-да-да-да-да, ты не говори про закрытие вейксерфу, хотя ты прав, что их сейчас так в логу уже понаоткрывалось, да, на самом деле, то есть, места даже и в Москве есть, где можно сделать, то есть, главное, то есть, самое сложное, на самом деле, в этом деле, то есть, помимо того, чтобы найти само место, где это возможно сделать, самое сложное, наверное, получить разрешение, в Липецке Стас получал, наверное, там больше года, он мне рассказывал, как это все получал, как ему это все разрешали, и сколько он сил на это потратил, то есть, ну, опять же, то есть, можно, то есть, зная, куда идти, то есть, это займет уже гораздо меньше сил и времени, то есть, и если посчитать по затратам, соответственно, это не таких денег, то есть, как там, у нас комплекс стоит, или там, даже тот же катер купить новый, то есть, да, то есть, ты ее один раз построил, поддерживаешь в хорошем эксплуатации, то есть, она у тебя постоянно работает, то есть, единственное, в чем минус, скажу, в Мюнхене, почему там, сити вейв отлично живет, то есть, у них три, из квад-3 волны на реке, и сити вейв, и сити вейв при этом загружен, там, чуть ли не на 100%, все равно, новички приходят туда кататься, то есть, на реке бывает, скажем, в Мюнхене ты катался, то есть, ну, ты можешь рассказать, что там, новичку не очень комфортно будет кататься, и даже, может, небезопасно, а на сити вейв ты приходишь, то есть, ты упал с волны, тебя вынесло на решетки, ты встал на ноги, аж взял доску, пошел, опять встал в очередь, надо все волны по-разному сделать, то есть, можно, в принципе, тоже заморачиваться, сделать там, типа, такие же решеты, чтобы максимально быстро выходить, то есть, там, есть свои нюансы в этом, но при этом, сбился, в смысле, то есть, но при этом, все равно, то есть, там, когда-то холодная вода, когда-то у тебя, там, течения больше-меньше, то есть, ну, есть нюансы, с которыми можно минимизировать, там, можно не обратить на них внимание, и где-то у тебя будет сезон, там, с лучшей волной, с худшей волной, и так далее, но тем не менее, это все равно, это все развитие идет, то есть, вот уже, считай, искусственная волна у нас стоит, в Москве, есть искусственная волна под Питером, вернее, в здании, в аквапарке, под Липецком, на реке построена, там, я надеюсь, все получится, откроет под Питером, на реке тоже, то есть, уже, вот, как минимум, четыре проекта, где можно кататься, то есть, это я не говорю, там, о речных волнах, которые природные, то есть, как не знаю, под Питером место тоже есть, где, там, забыл, порог тоже находится, то есть, на самом деле, то есть, на многих порогах, то есть, образуется Бочкин, который там, может, не по всей ширине, как у нас можно кататься, то есть, тем не менее, то есть, можно их использовать для этого дела. Я так немножко отступлю от темы, вот, то, что ты говорил минуту назад про доступность искусственной волны, то, что любой человек может прийти покататься, и в Мюнхене действительно развит локализм, там есть свои деды, которые не пускают на волну новичков, есть истории, что кто-то даже подрезает лиши, если там не располагает доверие, вот, а еще, вот, ты сказал какую-то штуку про сетки, ну, я, видимо, какие-то специальные конструкции, которые приостанавливают поток воды, чтобы была возможность легче выбраться, так вот, в Мюнхене такого нет, и особенно, то есть, если там ты катаешься правой ногой вперед, и тебе надо в одну сторону выплыть, там, ну, это уже природно создано, но если у тебя левая нога, а у меня левая нога, то там тебя тащат по реке, и помимо просто катания, у тебя еще дополнительная тренировка, тебе надо постоянно ловить бортик на такой, на приличной скорости, так отжиматься, чтобы тебя, ну, не скинуло, если как бы еще все очень скользкое, мокрое, если доска еще не в суперправильном положении, то ее может начать заталкивать, засасывать под воду и скидывать ее обратно с берега, короче говоря, это такой прикольный аттракцион и усиленная тренировка получается, то есть действительно не у каждого получится, там, не, там, тем более, там, не у каждой девушки, действительно, это нужны трудозатраты и силы, чтобы получалось, вот. А то можно в фитнес не ходить. Ну, как бы, я отчасти поэтому и очень люблю серфинг, потому что, слава богу, можно не ходить в этот фитнес и не тягать железки. смотри, там, мы раз уж мы заговорили про речные пороги, про Стаса из Донсерфа и вот про Питер, кстати говоря, я эту историю, эту волну не слышал. Я, там, когда готовился к нашему интервью, там, прогуглил, и оказалось, что в нашей стране 420 тысяч рек с протяженностью более 10 километров. То есть, ну, это уже какие-то солидные реки. И, на самом деле, просторы для развития и становления вообще серфинга на речных порогах, они, там, бескрайние. Вот. А как там, как ты уже озвучил мысль, у нас буквально, там, несколько этих порогов, и то они еще даже не до конца открыты, а только, вот, начинаются, начинают свое развитие. Кстати говоря, вот, Сонсерф и Стас у нас с ним будет, я думаю, что через какое-то ближайшее время тоже в этой передаче эфира, и мы поговорим с ним отдельно про его проект. Вот. Но сейчас мне было бы интересно послушать, ну, твое мнение, твое видение, ну, вообще про технологию искусственной волны, ну, вернее, скорее, ночного порога. Можно ли, теоретически, такое сделать самому? Можно ли, такое сделать, например, в Москве или в ближайшем Подмосковье? Вот, поделись своим опытом и мнением, пожалуйста. Ну, смотри, то есть, по технологии, примерно, на один метр волны тебе необходим поток 1-2 метра кубометра воды в секунду. То есть, ты приходишь на реку, смотришь, какая у тебя река, ну, как бы, не знаю, там, оцениваешь течение, то есть, у тебя в идеале хотя бы там 8 кубометров в секунду, если протекает, то есть, эта речка, значит, уже, то есть, как подойдет там подвести 8-метровую 8-метровую волну. Дальше, в идеале, то есть, тебе нужен какой-то перепад между, откуда вода будет скатываться, набирать скорость и попадать на барьер. То есть, ну, соответственно, тоже метр перепада в идеале найти, соответственно, поток, и на вот этом объекте уже можно проектировать что-то такое подобное. По поводу, кстати, по Москве ты сказал, то есть, под Москвой, то есть, идеально, вот, когда там я просто там делать нечего, там, иногда там смотришь, там, какие-то объекты, там, где-нибудь у кого-нибудь увидел там интересный, там, где находится, там, просто даже на карте себя отмечаешь, то есть, здесь там посмотреть, тут посмотреть, там, сюда можно заехать, когда будешь проезжать, там, насколько это возможно сделать. Вот в Подмосковье, то есть, да, такие реки есть, то есть, на них там, на некоторых местах раньше стояли электростанции, такие назывались колхозные электростанции, то есть, на малой мощности, то есть, там уже есть где-то перепад высот, есть потоки необходимые, то есть, опять же, даже если у тебя там не 8 метров в секунду, там даже 6 метров в секунду, ты все равно можешь сделать Волну там порядка 6 метров И она у тебя все равно будет 6 метров И она будет бесплатная Есть самые кайфы Если у тебя еще рядом дача То есть ты пришел и покатался на ней И в Москве, кстати, как минимум знаю одно место Где метра 4 можно спокойно сделать А я там не все как сейчас идут дожди Я думаю, она бы работала на все и 8 метров То есть основной вопрос разрешений Поэтому самое сложное с разрешением А так, если найти идеальное место Там даже, не знаю, какой-то минимальный профиль дна Чтоб тебя, главное, никто не поймал за этим делом Потому что официально изменять русло реки Тебе, конечно, никто не разрешит И если ты там это будешь делать подпольно И за этим кто-то наскучит Не знаю даже, какие штрафы и так далее Да-да-да На самом деле места есть, мест много То есть вопрос энтузиастов Вопрос разрешения И вопрос... То есть это дело будет развиваться, я думаю, в ближайшие годы Очень активно То есть это, не знаю, как вейксерф Там он первые года два, когда появился Все продолжали кататься на вейкборде А теперь, не знаю, просто там одни вейксерферы катаются Боюсь, вейкборд на кабель перешел Фактически Да-да-да, у нас в школе как раз исключительно вейксерфинг А если, представь, если волна будет там даже в какой-то деревне В которой там будет, не знаю, школа То есть там уроки физкультуры, уроки серфинга на искусственной волне То есть это сейчас кажется, типа, мечта Мне бы такое детство, да? Это как в Австралии дети в поле серфинга заниматься В Германии то же самое сейчас и с вейкбордом, с горными лыжами И там где-то, я думаю, с серфом рядом что-то такое есть Ну дай бог, дай бог, чтобы у нас в этом направлении все двигалось и развивалось Слушай, у нас тут между делом вопрос, я пропустил Мы уже немножко эту тему затронули Но хотелось бы послушать твое мнение Что ты думаешь про проект на Дону Как ты его видишь, перспективна ли эта история Какое у тебя видение Слушай, ну, я, по-моему, уже сказал, что очень классный там Стас молодец То есть проект там, ну, как бы То есть это развитие, то есть спорт развивается То есть проект отличный То есть, до мой взгляд, даже он не такой Не могу сказать, что он конкурирует там с нами же Там во Flow Moscow Потому что, то есть доехать до Липецка То есть это не ближний свет То есть ты, условно, катаешься в будни у нас Когда есть возможность На выходные собрался, поехал в Липецк Там провел два векенда Вернулся назад Там опять же Пришел к нам кататься Пошел где-то еще покатался То есть и не каждый выходной там даже доедешь Но при этом, то есть когда ты доедешь Ты там накатаешься достаточно И там и левел свой поднимешь И тебя будет достаточно То есть там Катаясь у нас сейчас Там приехав в Липецк Не в Липецк, в Лебедянь У тебя ты сможешь кататься столько Сколько захочешь То есть там у тебя там Сколько хватит физухи То есть там у него Не рассчитано, что у него там будет 100 человек кататься То есть он собирает там группу Там 20-30 человек Но то есть эти 30 человек Они там раздели на целый день То есть у тебя будет там Сейчас на волне Ты будешь в прижелании находиться То есть Читаю, это просто там физухи Не хватит Столько быть Столько заниматься Даже самым, наверное, опытным Да-да-да, 100% Слушай, мы уже как раз Разговариваем час Мне кажется, мы с тобой Можем разговаривать Еще бесконечно долго Потому что Ну там, когда есть общие темы И каждый из нас Любит воду И смотрит в этом направлении Всегда есть о чем поговорить Но пришло время Потихонечку заканчивать Наш диалог Вот, Леха Хочу сказать, что Мне было очень приятно С тобой и интересно Пообщаться Надеюсь, нашим слушателям Тоже Вот Сегодня Напоминаю Мы общались С профессиональным Вейкбордистом Алексеем Макеевым Обсудили массу Интересных тем Школу Вейкдивижн Сообщество ОПА И, конечно же Поговорили про Первую искусственную волну В России Хлоу-Москл Про речные пороги И про перспективы развития Леха Спасибо тебе большое За уделенное время За душевные ответы На вопросы Спасибо Еще расскажу Мне правда Было очень интересно И полезно Надеюсь, ребятам тоже Вот Так что Пришло время прощаться Безусловно Ненадолго Мы увидимся с вами На следующей неделе В это же время В этом же месте Ребят До встречи В следующее воскресенье В 20.00 На канале Wake Weekend Следите за анонсами Пока Субтитры сделал DimaTorzok